Друзья, ну как бы настал тот момент, когда я могу вам рассказать про смартфон Xiaomi Mi 10. Да, как бы не самый первый в очереди, однако нужно понимать, что этот смартфон тоже и продаваться до сих пор еще официально не начал. Это китайская версия этого смартфона. И хочу сразу вам сказать, я до того, как снимать обзор, начал спрашивать коллег, товарищей своих по цеху, да, по техноблогерингу, ну как вам, как вам Xiaomi Mi 10, понравился он вам или нет? И ответ был всегда какой-то такой, знаете, не то чтобы негативный, такие, да как всегда, что-то там дергается, как-то что-то работает. Вот такой был ответ. Ну то есть пока сам не проверишь, каких-то вердиктов нельзя делать. Изменился ли Xiaomi Mi 10 как флагманское устройство относительно всего модельного ряда компаний Xiaomi? Безусловно, изменился. Можно ли назвать это действительно прям полноценным флагманом? Можно, есть некоторые поправки, о которых мы сегодня поговорим. И что стоит понимать, в 2019 году на презентации Xiaomi Mi 9 Глава компании в открытую сказал, что, ребят, готовьтесь к тому, что телефоны будут дорожать, особенно флагманские смартфоны. Мы вышли уже из статуса компании, которая делает просто топ за свои деньги. Теперь мы видим, что якобы аудитория готова платить больше за более качественный продукт. И для многих это стало очень таким тревожным звоночком. Значит, смартфоны Xiaomi подорожают. И, собственно, это и произошло. За какие-то там высокие технологии приходится доплачивать и порой очень сильно прилично доплачивать. И да, это же случилось с Mi 10. Если посмотреть на его стоимость, к ней мы вернемся еще и обсудим, какие варианты есть на сегодняшний день с точки зрения конкурентов, с точки зрения смартфонов Xiaomi, цена образования за пределами китайского рынка. Это мы все еще обсудим. Итак, Mi 10. Скажу сразу, когда я смотрел на этот смартфон на презентации, просто на официальных красивых рендерах, относительно дизайна этого устройства, у меня было очень такое, знаете, предвзятое отношение. То есть, ну, как-то, типа, о чем они занимались целый год, да? Ну, как он выглядит точно так же, как Mi Note 10 Pro и вообще не отличается от других смартфонов. Это все на картинке. Но, как всегда, теория расходится с практикой. Когда ты берешь смартфон в руку, ты ощущаешь это. Ты ощущаешь дороговизну устройства. Ты понимаешь, что какие-то есть мелкие детали, которые значительно отличают этот смартфон от других смартфонов компании Xiaomi в других ценовых диапазонах. Это и олеофобное покрытие. Кстати, на задней спинке оно не очень хорошее. Спереди более-менее. Это и сама огранка вот этой вот металла, материал, который идет. Очень красиво сделано напыление. И цвет. То есть в руках ты держишь действительно дорогущее устройство. Хотя вот... Слышите, да? Какая-то побрякушка прям. Тем не менее, устройство вызывает, скажем так, чувство дороговизны. Действительно, тактильные ощущения очень важны в этом вопросе. И они очень сильно отличают дорогое устройство от недорогого устройства. В чем здесь сложность у этого смартфона? Человек, который будет покупать себе Xiaomi Mi 10, а он будет стоить дорого, это будет человек, который, скажем так, прям проинвестирует в смартфон. Он будет отдавать там круглую сумму, которую раньше не привык тратить. И ему хотелось бы как-то обезопасить себя в вопросе падения, царапин. Что получается? Смартфон безумно красивый, безумно приятный. Но при этом он весит больше 200 граммов. Его толщина 9 миллиметров. И, конечно же, при первом же падении этот смартфон может действительно везде потрескаться и поломаться. То есть, соответственно, его нужно будет какой-то облачать чехол. Либо в комплектный чехол, такую, знаете, стыдную резинку, чтобы просто вот не поцарапался и не побился. Внешний вид будет ужасный. Но с точки зрения других чехлов-то, сейчас достать чехол на Mi 10 очень-очень сложно. Во-первых, логистика с Китаем, скажем так, подводит. Во-вторых, в принципе, нельзя сказать, что ассортимент чехлов на смартфоны Xiaomi слишком прям отличается каким-то изобилием и изысками. Топовые компании, которые делают самые дорогие красивые чехлы. Они делают их для смартфонов. iPhone, Galaxy, Huawei и Pixel. Все. Все, что делается для Xiaomi, это какие-то местные китайские бренды. Где-то будет красивый принт, где-то будет необычная форма, но по качеству они не будут слишком отличаться. Если, конечно, пристально вглядываться в качество сборки этого смартфона, то можно находить изъяны. К примеру, если смотришь на блок камеры, то видишь, что она вставлена, допустим, неровно. В моем случае есть, скажем так, небольшой отступ от левого и правого, верхнего и нижнего краев. То есть камера не по центру, а где-то как-то немножко смещена. От этого становится немножко неприятно. Особенно это заметно вообще на основной камере, вот этой вот, ну, не основной, которая по центру. Она прям сильно смещена в блок. Получается такая щель. И с одной стороны, ты покупаешь себе флагманский смартфон, с другой стороны, ты на нее смотришь, и говоришь, ну почему не доработали. Ну и эстетически должно быть красиво во всем. Тактильно, да, а вот зрительно есть некоторые нюансы. Меня очень сильно удивило то, что компания Xiaomi реализовала стереозвук в смартфоне следующим образом. Как это делается у обычных флагманов? Динамик здесь, и используется разговорный динамик, который как-то выплескивает звук. Xiaomi пошла немножко дальше. Она сделала отдельный динамик. Вот здесь тоже отверстие под него есть. С одной стороны, это прикольно, потому что звук смартфона очень громкий. Ему не хватает басов, некоторых частот, но он очень громкий. С другой стороны, это просто наводит на мысли, что здесь это сделано с точки зрения экономии, потому что не каждый бренд может осилить как бы отличный, хороший второй динамик, совмещенный с голосовым динамиком. Мне кажется, это чисто инженерное решение, что типа, ну как бы слишком дорого, слишком сложно, давайте просто сделаем отверстие для динамика сверху. Вот как бы и сделали. Перед тем, как переходить к пункту дисплея, который, в принципе, прекрасен, я хотел бы поговорить про ценообразование этого смартфона. Как вы думаете, сколько Mi 10 может стоить у нас, глобальный, когда он выйдет? В недавних новостях мы делали такой, знаете, как бы тизер того, что европейская цена Mi 10 и Mi 10 Pro многих не обрадует и может быть в полтора раза выше китайской цены. Сначала думаешь, ну не верится, ну как это на полтора раза, это же просто очень много. С другой стороны, если сейчас зайдем на e-каталог и посмотрим, сколько стоит в официальной рознице Mi Note 10, Redmi Note 10 Pro, помните, Redmi Note 10 108 мегапикселей камера, он у нас стоит до сих пор официально около 14 тысяч гривен. Не флагманское устройство, 14 тысяч, это 500 баксов по текущему курсу. То есть, если не флагман Xiaomi со 108 мегапикселей камерой стоит 500 баксов, вот отсюда как бы и пляшите, вот столько вот он может стоить, как бы прибавляйте еще к Snapdragon, к новому экрану, и да, цена в 600, в 700, в 800 долларов уже кажется нереальной. Если вы планировали приобрести Mi 10 и рассчитывали на цену, как в Индии, а там смартфон будет предположительно по цене 575 долларов за версию 8128, скорее всего, у нас за такую стоимость вы не купите себе это устройство. Но если, опять же, обратиться к агрегатору e-каталог и вбить в поисковом фильтре приблизительную стоимость от 13 до 16 500, то это будет как раз эквивалент 575 баксам. После чего выбираем еще галочку Snapdragon 855, как бы флагман прошлогодний, но тоже крутой. Здесь есть хорошие достойные варианты, как альтернатива. Допустим, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T. Кстати, вот с точки зрения сравнения этих смартфонов, мне даже OnePlus 7 Pro кажется поинтереснее. Также за эти деньги можно найти Samsung Galaxy S10 Lite, но это уж прям для фанатов компании Samsung Pixel 4, прям фотофлагман, почему нет? Как ни странно, Realme X2 Pro, это прям конкурент сейчас всем смартфонам Xiaomi, и даже есть Xiaomi Black Shark 2, игровое решение, мощное решение. Экран. Когда на презентации заявляли о превосходстве этого экрана, что он стал прям действительно крутой, частично здесь была правда, потому что экран потрясающий. Он очень сочный, он насыщенный, классные цвета, и опять же высокая герцовка, все замечательно, но ни в коем случае нельзя утверждать, что этот экран лучше, чем у iPhone, что он лучше, чем у Galaxy. Нет, он не лучше, чем у этих смартфонов. Однако, рост как бы качества экрана относительно прошлых флагманов Xiaomi говорит о том, что в принципе местами завышенная цена на этот смартфон, она как бы обусловлена вот таким классным экраном. Он действительно очень-очень крутой. Однако здесь нужно еще тоже интерпретировать цифры по-разному. Они заявляют, что максимальная яркость у смартфона 1100 нит, максимальная яркость в обычном режиме 800 нит, и как бы да, допустим, 1100 нит вы не добьетесь, допустим, сами. Это только нужно выйти под яркое солнце, чтобы смартфон определил, что прямо сейчас прямые солнечные лучи, и он выкручивает яркость на максимум. И тут, как всегда, стабильная тема у Xiaomi. Авторегулировка яркости работает некорректно, она не всегда срабатывает на эту максимальную яркость. Руками вы можете выкрутить яркость максимум до 800 нит, а в среднее значение где-то люди, некоторые измеряли, 500 нит. Но опять же повторюсь, экран реально крутой, и это именно та часть смартфона, на которой точно не стали экономить, и прямо проинвестировали настолько, насколько могли вообще по максимуму. Все, в Pro-верси, он якобы еще лучше, сейчас нет возможности его рассмотреть, да и про его стоимости, будет ли вообще целесообразно его рассматривать, как реальный смартфон для покупки. Петь дифферамбы процессору Snapdragon 865 не имеет смысла, это мощный процессор, здесь очень быстрая память у этого смартфона, но есть как бы вот такие вот замеченные, не то чтобы минусы, но просто нюансы этого смартфона. Он за час игры начинает немножко троттлить, там троттлинг где-то процентов в 10, на 10 процентов поседает мощность процессора. С как же так запасом мощности Snapdragon, это простительно, это даже не будет особо ощущаться. Но вот что здесь происходит с нагревом. Xiaomi утверждает, что это у вас смартфон, очень крутая система охлаждения, которая отводит прям чуть ли не по всему корпусу тепло, и он не сильно греется. И это на практике так, но разница лишь в том, что многие смартфоны нагреваются где-то в конкретном блоке, да, где-то сверху вот здесь. Xiaomi Mi 10 греется весь, целиком и полностью. То есть, если вы час на нем играете, вся поверхность у вас получается горячая. Не критично горячая, конечно же, у других смартфонов он будет нагреваться здесь, но существенно сильнее, то есть будет ощутимо. Но Mi 10 греется полностью по всей поверхности. Это странно. Причем, когда вы ставите, допустим, на эти бывают моменты, когда тебе нужно уже поиграть и поставить смартфон на зарядку, чтобы он заряжался там, вообще получается печка. Следующий параметр, который отвечает, скажем так, за тактильное ощущение этого смартфона, это виброотдача. Я знаю, что у меня пунктик на этом вопросе, я постоянно, когда беру флагман, проверяю его виброотдачу, потому что для меня тактильное ощущение, оно целиком и полностью формирует восприятие дорогого устройства. Здесь обновили вибромоторчик. На нем сделали даже акцент во время презентации. Опять же, сравнивая этот вибромоторчик со смартфонами Meizu, допустим, с айфонами, он далеко не такой хороший, как у конкурентов. Да, он стал значительно лучше, чем у прошлых смартфонов компании Xiaomi, но даже сейчас, выкручивая его на максимальные обороты, на максимальную, скажем так, отдачу, он что-то так как-то отдает, как-то неуверенно, неточечно, то есть я не чувствую под кончиком пальцев четкой отдачи точечной. Как бы, моя придирка, согласен, субъективная, но хотел просто это проговорить. Давайте теперь говорить о наболевшем, современном наболевшем, о камерах смартфона. Здесь двойная как бы ситуация. С одной стороны, у нас хорошая камера, которая делает потрясающие снимки ночью, действительно, очень крутой ночной режим. С другой стороны, то, что сделала компания Xiaomi относительно смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro, мне кажется, это немножко непростительно, потому что все самые нормальные функции камеры, они отдали смартфону Mi 10 Pro. Нормальный зум, нормальный ширик. Здесь я вообще не понимаю, как, допустим, есть просто стандартная камера. Она классно работает. Режим 108 мегапикселей, реально чудная тема. Ты фотографируешь сумасшедший зум получается, притом отрабатывает максимально быстро. Но широкоугольная камера без фокусировки, с таким маленьким углом обзора и вообще с такими шумами, это вообще не флагманский уровень широкоугольной камеры. Макрокамера, она как бы вроде тоже, она просто есть, но как она фотографирует, она делает фотографии не лучше, чем тот же какой-нибудь бюджетный Huawei P40 Lite, к моему удивлению. Видеосъемка, как всегда, проблемы со стабилизацией, качество звука, сейчас я вам продемонстрирую, сами все услышите или ставите свой отзыв. Ну что, поехали. Тест камеры в домашних условиях, здесь немножко эхо, слушаем, как это все дело отрабатывает. Вы можете сами написать в комментариях, нравится вам звук или не нравится, нравится как снимает или не нравится. У смартфона двукратный зум в этой камере идет, да и то даже в двукратном приближении там уже видны достаточные шумы, если хочешь приблизить до максимального значения, это будет шестикратный зум, и там, понятно, полезут уже артефакты, сглаживание начнет немножко чинить. К чему я это все говорю? Как бы компания Xiaomi не пыталась сделать смартфон топом за свои деньги, все равно есть определенные адекватные параметры современных флагманских устройств, которые не позволяют себе экономить, да, вот на этих вещах невозможно сэкономить. В Mi 10 они сэкономили и все самое лучшее перенесли в Pro-версию. Вот что получилось, то получилось. Стандартная камера, еще раз повторюсь, сделает обалденные фотографии, и в видео, если вы эстетично снимаете, все хорошо, но как только нужно сделать что-то в экшене, либо же снять что-то, допустим, самого себя там звук, есть некоторые нюансы. Ночью, кстати, камера очень хорошо снимает, это прям удивительно, потому что даже немногие флагманы сейчас ночью неплохо снимают видосы, однако, ну это как-то не очень красиво, то есть человек покупает же себе флагманское устройство, Mi 10, дорогущий, вот на самом деле уже дорогущий смартфон, хотелось бы в нем увидеть все по максимуму, и брать, делать такое разделение, та же Samsung, либо же компания Apple, они делают, да, версию маленького смартфона, большого смартфона, но оно все равно, вот прям core, камеры, самые основные функции, они оставляют везде нетронутыми одинаково, допустим, S20, S20+, и S20 Ultra, там отличаются только, грубо говоря, с зумом, но с точки зрения просто фотографии, ночной съемки, стабилизации, все одинаково, а вот здесь не так. Также нужно учесть, что у этого смартфона нет полноценной влагозащиты, и давайте прикинем, сколько бы стоил этот смартфон, если бы Xiaomi раскошелилась на такое удовольствие, почему я говорю раскошелилась, потому что с точки зрения технологической какой-то, как бы подоплеки, это несложный, да, вопрос, то есть Xiaomi может сделать себе смартфон с влагозащитой, вопрос с лицензированием этого смартфона, с получением необходимых сертификатов и лицензий, которые стоят дорого, это тоже повлияет на стоимость устройства, то есть некоторые атрибуты флагманских устройств здесь все-таки отсутствуют, и если их добавить, сделать из него прям полноценнейший флагман, то он будет стоить, как абсолютно все другие смартфоны, там до тысячи долларов, вот как бы так и получается. И это все было сказано к тому, что каждый год технологии улучшаются и усложняются и дорожают. Как бы компания не пыталась сделать выжимку самый сок за стоимость смартфона, ей придется повышать стоимость этого смартфона, если компания Xiaomi захочет соревноваться в технологических вещах с A-брендами другими, ей в любом случае придется повышать стоимость смартфона, и рано или поздно они придут к той критической отметке цены, за которую мы сейчас ругаем других производителей. И вот многие говорят, что да, вот в Samsung 8K видеосъемка, он там стоит тысячу чем-то долларов, а в Xiaomi все то же самое, да и что, и не все то же самое. Тут то же самое, 8K съемка есть, зачем она нужна, ну то есть с точки зрения сейчас, да, не совсем понятно, она не справляется адекватно, как бы камера и процессор с этой видеосъемкой, ну и снимает и снимает, это видео потом на постпродакшене с ним очень тяжело что-то сделать. С точки зрения зазора на будущее, когда технология будет развиваться, это все адаптируется, безусловно, это правильный шаг, шаг правильный, то есть первый шажочек сделан, дальше дорабатываем. Но сейчас говорить о том, что он с такими же характеристиками, а стоит он в два раза дороже, уже нельзя, потому что, ну не с точно такими же характеристиками это все сделано. Что хорошо в этом смартфоне, увеличили объем аккумулятора, немножко не хватило до 5000 мАч, и можно было бы сделать такое предположение, что ну теперь-то флагманский смартфон Mi серии будет держать очень-очень долго, и теоретически оно так и есть, но не стоит забывать про 90 Гц в экране этого смартфона. Как только вы активируете эту функцию, жорчик-то начинается, как и у любого другого производителя. И оно того стоит, потому что люди, которые сейчас утверждают, что да нет никакой разницы между 60 и 90 Гц, и 120 Гц, и у этих людей просто ни разу не было такого смартфона. Что делать? Такое умозаключение. Разница колоссальная. 60 Гц и 90 Гц колоссальная разница. После 90 Гц, 60 Гц не хочется просто брать в руки. Пусть она ждет этот аккумулятор, зато пользовательский опыт, и то, как перелистываются экраны, как пречитается текст в социальных сетях, это действительно благое дело. Какой можно сделать вердикт по этому смартфону? Это офигенный смартфон, и по дизайну, и по начинке, и дотянули многие некоторые нюансы, которые хромали. Но, как всегда есть одно но, если этот смартфон будет стоить 550, 575 долларов, 575 долларов, ок, вот прям ок за то, что предлагает Xiaomi. Но у меня есть сомнения, что он сможет столько стоить как бы в наших реалиях, в наших регионах. И когда прайс за смартфон Xiaomi переступает за отметку 600 долларов, многие смотрят, говорят, 600 долларов, как-то это, блин, мы понимаем, что Xiaomi классная компания делает, офигенные бюджетники, делала топ за свои деньги, убийцы флагманов за 500 баксов, за 450 баксов, но уже 600. И как-то, ну, то есть, компания всячески пытается побороть вот этот, знаете, барьер дешевого бренда. ну, правда, правда, действительно, это так и есть, во многих в головах отложилось, что Xiaomi это смартфоны, которые крутые, там, за 200, за 300 баксов. Ну, как бы, дешевый бренд с точки зрения, вот, вообще, восприятия окружающими. Она пытается это побороть, частично у нее это получается, может быть, еще год-два у них это получится сделать, но все равно, когда говоришь людям, что этот смартфон может стоить 600, 650 долларов, они такие, не, ну, за 650 долларов смартфон Xiaomi я не куплю, не куплю себе смартфон за такие деньги. Я уже буду присматриваться, возможно, к прошлогодним флагманам. Понятное дело, что фанаты бренда Египетти еще скажут, ну, как, там ведь столько оперативки, там ведь Snapdragon 865 мегагерца, мегабайты, неинтересно это многим людям. Люди, понимаете, не держат процессор в руке, не показывают его своей девушке, маме, папе, что смотри, я купил себе 865-й Snapdragon в корпусе от смартфона, никто так не делает. Конечно, приятно осознавать, что у тебя под капотом устройства есть необузданная мощь и ключевое здесь слово необузданное. Что нас с вами ждет впереди? Я буду с удовольствием пользоваться этим смартфоном и следить за его развитием. Уже пообещали, что на днях выйдет прошивка, которая пофиксит работу камеры, может произойдет чудо и поправит работу того же широкоугольного модуля. Почему нет? Софт многое решает. Это, во-первых, во-вторых, конечно же, этот смартфон нужно будет обязательно сравнить с Galaxy S20, потому что вот прям напрашивается комментарии к новостям про Xiaomi Mi 10, там прям пестрят. Смотрите, Samsung сделал смартфон за тысячу баксов и Xiaomi продает все то же самое за 500. мы проверим то же самое или не то же самое. Камеры сравним, экраны сравним, звук сравним, производительность сравним, хотя там, конечно, Exynos, наверное, сольется, но практика покажет. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, не забывайте, важно ставить колокольчик на все уведомления, чтобы не потеряться вообще в этом хаосе YouTube и не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok